23 февраля православные христиане чтят память преподобного Прохора, а также священномученика Харлампия. Народное название этого дня – Прохор Весновий. По давним поверьям, в эту пору зима уступает свои владения весне. В народе считается, что это двоякий день, когда есть и опасность, и благое. Приметы на 23 февраля подскажут, как привлечь хорошее и что категорически нельзя делать в этот праздник. чтобы не навлечь на себя неприятности. Святой Прохор считался целителем и чудотворцем. Существует поверье, что он мог превращать любые вещи в продукты питания и таким образом спасал от голода. Сегодня принято молиться святому Прохору и просить у него выздоровления. Считается, что человек, который сегодня начал лечение заболевания, обязательно вскоре поправится. Также приметы на 23 февраля говорят, что мужчинам в этот день нельзя тяжело работать или вообще выполнять какую-либо физическую работу. Это приведет к потере мужской силы. Есть и особое правило этого дня для женщин. Чтобы никто из домочадцев не заболел тяжелыми заболеваниями и особенно раком, то сегодня нельзя кормить домочадцев никакими морскими продуктами и рыбой, в частности именно раками, так как возникнет одноименная болезнь. Также в этот день в молитве к святому Харлампию обращаются, дабы он защитил от случайной смерти. Люди издавна верили, что такое может случиться только с теми, кто имеет грехи. Праведников смерть незапланированно не забирает. Молятся также за упокой душ тех, кто заблудился в лесу или утонул в водоеме. Такие непокаянные души не могут попасть в рай, поэтому все время зовут к себе в компанию живых людей. 23 февраля проводят специальные обряды, дабы прогнать с земли надоевшую зиму. Наши предки собирались в полях, одевали еловые венки и водили хороводы. Еще одно обязательное действие этого дня – истоптать ногами как можно больше снега. Так люди дают понять, что пора прийти весне и растопить снег. На Прохора принято начинать избавляться от серьезных заболеваний. Если в этот день начать лечение, то обязательно удастся победить хворь. В народе считается, что мужчинам сегодня не следует заниматься тяжелым трудом. Все будет падать с рук, и это может повлиять на их мужское здоровье в дальнейшем. Сегодня следует удержаться от употребления рыбы, раков и морепродуктов. Это может спровоцировать онкологические болезни. Тем, кто хочет приворожить парня, следует купить в церкви 23 свечи. По три свечи поставить за собственное здравие родных и врагов. Остальные принести домой. Следует помнить, что по дороге не нужно ни с кем говорить и подавать нуждающимся. В доме нужно расставить зажженные свечи в каждой комнате и заварить две чашки чая. Одну для себя, вторую для любимого. Представив, как вы чаевничаете с милым и разговариваете о будущем, после этого, как опустеет чаша, произнесите такой заговор. Как горит пламя, так и чувства наши разгораются. Мы навеки обручимся, никогда не разлучимся. Огарки от свечей следует закопать под молодым плодородным деревом. В народе считается, что в этот день нельзя дарить мужчинам белье и часы. Эти подарки сулят скоро расставание. Те, кто родился в этот день, 23 февраля, всю жизнь борются за то, чтобы отстоять правду и справедливость. Таких людей зачастую уважают в обществе и доверяют лидерству в коллективе. Человеку, рожденному 23 февраля, чтобы научиться не только мыслить, но и чувствовать, следует иметь амулет из яшмы. Сегодня можно поздравлять следующих именинников. Василия, Аркадия, Галину, Антона, Всеволода, Дмитрия, Петра, Геннадия, Германа и Григория. 23 февраля в Прохоров день читают заговор для получения быстрого богатства. Для этого возьмите стакан воды, разбавьте медом и начитайте заговор и выпейте. На Синем море, да на Большом океане, на далеком острове Буяне стоит град святой. В нем дворец расписной, во дворце там стол стоит. Царь-царевич, король-королевич за тем столом сидит. Перед ним три чаши золотые, одна для достатка, другая для прибыли, третья для богатства. И я там был, из всех чаш мед пил, волю угощался, сытностью наслаждался, мед тот сладок да липок. Домой я вернулся, гляжу, а достаток, прибыль да богатство прилипли, да за мной потянулись. Не переводится сытость, да довольство, живу да радуюсь, метком балуюсь. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok